Приветствовали гостей сразу на нескольких языках, да и на протяжении всего фестиваля одна национальная музыка сменяла другую. Как известно, на Кубани, как и в Сочи, проживают представители порядка ста национальностей. В Барановке 650 дворов. В большинстве своем это армянские семьи. Но не один десяток лет в этом селе проживают русские, греки, адыги. Свою культуру на первом фестивале национальных культур в семье единой представили также белорусы и украинцы. Организаторы постарались собрать всех. Кубанский перепляс здесь сменял горский танец. А после песни лауреата фестиваля армейской песни «За веру, за отчизну, за любовь» гости с удовольствием слушали звуки армянской кеменче. Барановке Шекер и безалим губ Сиру на тимон весну Шекер и безалим губ Шекер и безалим губ Свою многонациональную культуру жители Барановки продемонстрировали не только на сцене. Чак-чак, драники, лобио, гата и хачапури. В холле Дома культуры развернулась выставка кулинарного искусства. В этот раз мы решили, что сделаем, это я решила, что лучше сделать, охватить все национальности, потому что это интереснее. Ну это хорошо, здорово, когда люди дружат, когда люди живут в одном большом многонациональном городе и в единой семье. Вот и мы назвали свой праздник в семье единой. Поприветствовать участников пришли не только жители села, но и представители администрации. Власти города активно поддерживают такие проекты. Национальность разная, вероисповедание разное, но вы дружны, вы едины. Праздник, который сегодня у вас проходит с таким лозунгом, он очень нужен и полезен. Поэтому я вас от всей души, от администрации Хостинского района, от главы города Сочи Анатолия Николаевича Пахома сердечно поздравляю. Старшее поколение здесь по-прежнему передает традиции молодежи. Традиции здесь вообще вещь популярная. Вот и фестиваль национальных культур решили сделать ежегодным. Галина Моисеева, Инга Габеша, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.